Здравствуйте! В эфире телеканал ТВ-Центр Тула, программа 02. С вами Михаил Алтухов и прямо сейчас обзор последних криминальных происшествий в регионе. С наступлением холодов многие автолюбители греются в машине. Загнав железного коня в гараж, они не глушат двигатель. Выхлопные газы содержат много вредных веществ, самый страшный из которых угарный газ. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Воздействуя на организм, он изначально усыпляет. В одном из гаражей по улице Болдина так заснули и не проснулись мужчина и женщина. Их обнаружили утром. Гараж был заперт изнутри. Следователи сейчас устанавливают личности погибших. В настоящее время установлена личность погибшего. Это 62-летний местный житель, который был найден в принадлежащей ему автомашине «Москвич». Следствие в настоящее время выясняется личность погибшей. Проводится комплекс необходимых мероприятий для установления событий и обстоятельств происшедшего. Это не первый и, к сожалению, не единственный несчастный случай в регионе. И чем прохладнее становится на улице, тем подобных происшествий становится больше. Угарный газ виновен в смерти еще двух человек в Туле. В одной из квартир жилого дома произошло возгорание. Прибывшие по вызову пожарные с огнем справились быстро. При разборе места пожарища огнеборцы обнаружили два трупа. На место происшествия выехали сотрудники следственного комитета. Одним из версий произошедшего следствие выдвигает нарушение правил пользования электрическими приборами и неосторожное обращение при курении. В МЧС предупреждают, используйте только исправные электрообогреватели и не перегружайте проводку. Сотрудники тульской полиции задержали женщину, подозреваемую в воровстве. Она специализировалась на кражах у пенсионеров. Жертвой подозреваемой стала 86-летняя тулячка, которая вдобавок ветеран Великой Отечественной войны. Под видом работника коммунальной службы злоумышленница проникла в квартиру потерпевшей. Ей якобы требовались квитанции по оплате за электричество. Жертва отвлеклась, а в этот момент подозреваемая забрала все, что плохо лежит. Однако пенсионерка быстро обнаружила пропажу вещей и сообщила в полицию. Оперативники задержали предполагаемую воровку по горячим следам. Сейчас подозреваемая дает показания. Проникла в квартиру к пенсионерке и в отпорте с тем, что пенсионерка отвлеклась, похитили на нее принадлежащее имущество, золотые часы и медали. В настоящий момент в отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают причастность задержанной к подобным преступлениям на территории Тульской области. Ведется следствие. За минувшие сутки на территории Тульской области произошло 26 преступлений. 22 из них раскрыты по горячим следам. Также случилось 8 ДТП, в которых 8 человек пострадали, 1 погиб. Сегодня ночью на восточном объезде в Туле молодой человек 25 лет, не имея водительского удостоверения, управлял Митсубиси, который он приобрел и зарегистрировал на себя только день назад. Он значительно превысил скорость и не справился с управлением. Машина врезалась в металлическое барьерное ограждение. От сильного удара автомобиль опрокинулся и стал похож на груду искореженного железа. Водитель в результате полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. На 49-м километре дороги Тулана-Московск, житель Кимовска, управляя автомобилем ВАЗ 9 модели, без водительского удостоверения превысил скорость. И машина наехала на металлическое ограждение. Водитель с черепно-мозговой травмой и переломом костей таза доставлен в реанимацию на Московской городской клинической больнице. На улице Епифанской в Туле 36-летний водитель Газели не справился с управлением и врезался в бетонные столбы, которые лежали на обочине. Водитель обратился в городскую клиническую больницу скорой помощи с ушибами грудной клетки и сотрясением головного мозга. В Тульской области разыскивают заключенного, который избежал из колонии-поселения в Кимовском районе. На вид 55-60 лет, рост 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, брови густые, дугообразные, но средний прямой, волосы прямые, седые, глаза голубые, уши большие, прижатые, на голове лобные залысины. Если вам что-либо известно о местонахождении беглеца, просьба сообщить по телефону в Туле 32 97 44 или в дежурную часть полиции по номеру 02. А я напомню, что в региональном управлении МВД работает телефон доверия. Позвонив по номеру 32 22 85, любой житель Тульской области может пожаловаться на противоправные действия полицейских, в том числе сотрудников ГИБДД, вневедомственной охраны и других подразделений управления. Каждое сообщение будет рассмотрено руководством регионального ОМВД. Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.25 на телеканале ТВ Центр Тула. Если вы стали свидетелем преступления или сняли ЧП на мобильный телефон, звоните нам по номеру 33 23 21. А у меня на этом все. Берегите себя, будьте осторожны. Продолжение следует...